Пасек, абай, в гостях у пчеловода Глузь Зинаида Викторовна. Здравствуйте, Зинаида Викторовна. У нас в Беларуси самый первый мед, это майский мед. У нас в основном сад, адуард, чекарад. Майский мед считается единственным ежем, не аллергенным. За счет того, что в первом меде больше глюкозы и фруктозы, он рекомендуется деткам, беременным, аллергикам, астматикам, кого сахарный диабет, проблемы с печенью, поджелудочная железа. Темные меда, это в основном лесные, верес, чабрец, иван-чай, гречиха, малина, крушина, боярышник. Эти меда используются больше как кровотворные для крови, сердечникам, инфарктам, кто после операции. Это кровотворные, за счет того, что в темных медах больше железа. И он для лечения эффективный. Вообще мед нужно употреблять утром чайную ложечку, вечером чайную ложечку, столовая ложка в день – норма для человека. Расскажите, а вот пустырник, разнотравие, чем они отличаются? Разнотравие – это июль месяц. Со всех травм считаются самонасыщенные ароматные медали. Они практически непростудные. И для всех действий на сосудистых заболеваниях снижают кроверное давление, повышают иммунитет. Весь мед успокаивает нервную систему. За счет того, что, когда мед рассасывается, он со слюной впитывается в крови, повышая стенки сосудов микроэлементами. А расскажите им про мед из расторопши. Что он? Мед ценится чем? Тем, что он хорошо, снижая кровяное давление и повышая иммунитет. И он идет в основном, как вам сказать, в желчнокаменной болезни. Кого плохо выбрасывается желчь за счет то, что своеобразные микроэлементы есть у него. И он полезный. Хорошо для эндокринной системы. Продолжение следует...